приветствую вас дорогие зрители у микрофона григорий продолжаем играть в игру day z и версии 060 стабильной ветки я в черногорске пытаюсь значит тут что нибудь налутать мне приходится не очень-то комфортно потому что все вокруг хотят меня убить как обычно так вышел из этой больницы такие больницы это такой объект который ну как притягивать до внимания поэтому лучше конечно быстрее покинуть и спрятаться где-нибудь просто в квартире в какой-нибудь который гораздо меньше внимания чем в больнице так что здесь у нас да ничего как всегда ничего так к окнам лучше не подходить так есть там профессионал какой внизу где то он нам может спокойно спокойно навешать так тупик шель зашел не хорошо 5 почему есть нельзя пройти так не охота как бегать по городу в открытую вот иногда приходится конечно так что из за ухты получше моего будет по моему да новенький и аккуратненько вот так вот перемещаемся здесь ничего через окна легко могут снять кстати так что здесь надо держать ухо востро ладно я куда-то не туда пошел я думаю надо другую сторону идти мы сейчас пройдем по набережной черногорска любом случае я хочу вам показать кое-какие там достопримечательности новые поэтому мне придется рисковать что это винчестер раундс неплохо идем в сторону набережной но что-то не хочешь заходить туда так 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 туристические ботинки тут вижу в каком состоянии дэмидж а у нас кстати а у нас же сапоги сапоги до беру потому что они промокают мне они больше нравятся тут пока не реализована система скажем так шума они обещали сделать что разные обуви будет по разному шуметь соответственно это конечно не может не радовать но пока этого ничего нет поэтому спокойненько шагаем в сапогах без задней мысли так а где кстати выход ага вот он посмотрим сарай опять бензопила да уж когда не надо эти бензопилы всегда есть ну закон подлости понятно его никто не отменял так прикрыл двери это может хоть как-то меня спасит так как баночка с витаминами но витамины как я уже говорил в предыдущей серии не реализованы пока кстати можно посмотреть вот там какие-то экскаваторы смотрите машины чё там только нет прям такая промзона настоящая у нас вообще вот честно говоря до сих пор в стране огромное количество всяких промзон на самом деле их такое количество безумное что то есть рюкзак брать сразу говорю не буду потому что он очень большой и я не не любитель его так вот значит такое количество этих промзон что в любое место можно просто тупо выйти и снимать ну как бы ну как бы брать за образец любую промзону для таких игр типа сталкера типа дейза кошмар двери все закрыты страшно заходить так рюкзак конечно хороший большой в него много влазит но он неудобный он заметный и он привлекает внимание лишнее всем понятно что есть у вас там такой рюкзак все думают о там очень много лута надо любой ценой его заполучить этот лут о о сходим тут наверх посмотрим так слышал вроде зомби кряхтел честно по какому поводу и ни черта тут нету он опять пить хочет дружище нам потерпи я с удовольствием бы тебя напоил но пока нечего пить черт побери видели почти вышел на него так давайте дверь то я закрою значит здесь вроде чисто пока можно немножко расслабиться но судя по открытым дверям наверное здесь кто-то уже побывал так что у нас на площади то красота честно скриншот прям можно это за окна так вроде никто не бегает это хорошо зомби хороший так сказать показатель того что рядом нет игроков во всяком случае в открытую они там нигде не бегают в 5 пусто не осмотрите городном когда запустение лутовым. Вот бегаю, бегаю, видите, а результат минимальный, то есть кое-что только нашёл. А, мне надо больше, конечно же. Так. Как он меня не заметил-то? Да, не заметил. Это хорошо. Ладно, тогда мы с вами вот что сделаем. Там мы с вами посмотрим, что у нас здесь вот. Так, вроде никого нет. КПП сразу рванём. Осторожно, двери закрываются. И мы смотрим, что здесь нам оставили добрые люди. Дэйзи играют исключительно добрые люди. Я уже давно заметил. Самая доброта сюда приходит поиграться. Так, стрелы, я смотрю, есть для этого, для лука. Кстати, можем попробовать лук сделать. И маленький пистолетик, но это я брать не буду. Толку от него мне никакого. Теперь у меня есть и магнум. Большое количество пистолетов самсо не спасёт. Если один не спасёт, то и много других тоже не спасут. Аккумуляторы везде. Машин пока не видал. Интересное название у них. Фэд вместо Кэт. Жир. Фирма Жир. Представляете себе, такая. Производим экскаваторы и прочую строительную технику. Жир. Вот здание интересное. Так. Но оно я не пойму, открыто или закрыто. Так. А дальше? А дальше оно закрыто. Ага. Ну понятно, это из армы, значит, по-моему. В арме такое здание было. А, не. Вот оно где открыто. А тут? Тут закрыто. Ну, вообще, молодцы, конечно, да. и... Просто... Просто молодцы. Два мини-помещения таких сделали. Ну что, рискну. Залезть наверх, посмотреть оттуда на просторы. Надеяться, что меня сейчас не снимут. А если снимут, это даже интересно будет. Так. Ну что, он-то, а не хочешь улететь? Нет, хочет. А, тут на крышу выход. Вот так вот прикроюсь тумбочкой. А, да. Изменился Черногорск с последнего моего посещения. Красота. Напомню вам, ребят, что я играю-то на средних настройках, потому что... Ну, у меня старенькая видюха. Не тянет она крутые всякие современные штуки. Хотя, это вот 11-й, по-моему, DirectX, если я не ошибаюсь. Вот сейчас используется. Эффекты 11-го. Ну, они так у меня в норм стоят. А если всё выкрутить, то я уж вообще тут не представляю. Здесь очень, наверное, красиво будет. Не, не знаю, зачем я сюда иду. Здесь, может быть, что-то и есть. В чём я сомневаюсь. Луп-то, вроде, спавнится только в зданиях. Поэтому нет никакого резона идти в контейнер. Это, наверное, для того, чтобы там может кого-то прятаться. Вот, кстати, выходим к набережной. Видите, там корабли затопленные. Вот набережная. Такую сделали, там, типа, пляж какой-то. Здорово. Так, ну что, ты будешь бежать здесь? Так, я думаю, сейчас вдоль набережной и уйдём отсюда уже. Потому что тут рюзачок. Тут становится просто, ну, как сказать, опасно не из-за того, что кто-то придёт, а из-за того, что просто по статистике, ну, как бы, чем больше мы находимся в зоне риска, тем больше шансов, что мы в итоге тут и останемся. поэтому у нас, друзья, вот, видите, четырю. Вот это вот читерство. По мне, так это читерство. Ну, я говорю, я уже давно не играл, мне не хочется сейчас быстро расставаться. О, ничего себе. Ух ты, 22, этот, калибра 22 и ещё Pepsi. Мне совсем не хочется быстренько умирать, поэтому уж, извините, буду вот так вот в лайтовом режиме играться. Мм, всё равно пить хочет. Так, давайте, во-первых, сделаем вот что. Выложим дробовик, снимем магазин, ой-ой-ой, подождите, снимем магазин, МТ, зарядим, магазин сюда, так, эти скомбинируем и этот в руки. Ну, хоть что-то у нас теперь есть здесь. Главное быстренько не потерять это всё. так. О, ничего себе. Повезло нам с жидкостью. Ну, я, конечно, нужен какой-то контейнер для жидкости, явно. Потом так долго не сможем протянуть. ну, и куда делось спросить вас? Так, какой-то дисконнект, что-ли, не пойму. Слушайте, ну, вот, за что уж не люблю, так не люблю, когда что-то происходит с предметами. Куда делось моя двустволка-то, ребят? так. А, ну, давайте сюда его положим. Не, не выкладывается. Да, вот предмет исчез мой. эх. А, это все равно у меня в руках. Ну, давайте тогда так сделаем. Надо посмотреть. А, и он неправильно... предмет. Вот глюки, да, которые... о которых говорили, что предметы неправильно отрабатываются и происходят какие-то там странные вещи. Так, а если мы другой возьмем предмет в руки? Все, не берется. Золочил у нас. инспект инспект, инспект, но что ресивен? Да, ошибка видно. Так, друзья, давайте-ка тогда я, наверное, выйду и здесь попробую сейчас опять зайти на этот сервер. Так, выйти, да. Я уверен. И... Вот, Дейзи Раша. Какой же тормозной интерфейс у них, это просто кошмар. Вот, вот, я даже, честно говоря, не понимаю, как это может быть. Вы делаете обновление. Вы сделали новый интерфейс, но он вообще не реагирует. Вот кликал. Пять раз кликал, чтобы это отработало. Каким образом они так делают, что такие ошибки возникают? Я вот ума не приложу. Сейчас посмотрим. Надо подождать, да. Что? Какое-то сообщение, шли, серверное было. Я так понял. О. Чё себе. Она у меня в руках. Так, ага, и всё перезаряжено. Да, здорово. Ну ладно, живём. Надеюсь, и банку я выпил эту. Сейчас он куда девает патроны-то? Вроде на месте всё. А, во. Ладно. Пошли дальше. В общем, продолжаем мы движение вдоль набережной. Так. Монтировочка. Посмотрим, что здесь у нас. Так, опять эти витаминчики, которые нам погода не сделают. Ну, в общем-то, как обычно. Так, что здесь? Ну, батарейка, да. А, набор для шитья. Кстати, нельзя их скомбинировать? Нет. Очень жалко, потому что можно было бы, наверное, скомбинировать их и тогда просто за счёт одного пополнить другой. Но, видимо, так пока нету. О-о-о. Что-то тут за... триста восемьдесят раундс. Ну, это Макаров. А мне, честно говоря, уже всё, хватит. Арсенал с собой таскать. Надо какие-то более ценные уж тогда патроны. так, арбалет. Арбалет. Арбалет, ладно. Это мне не нужно. Арбалет, нужны болты. Тем более, у меня только стрелы были. Шапочка. Всё вроде. Ах, да. Такие кварталы тут интересные. Так, это я к центру приближаюсь. Попробуем. Чёрт побери, на улице что-то грохнуло, и я вздрогнул. Как будто по мне огонь открыли. Да, такими играми психом станешь. Так, набор для ремонтирования. Всё вроде нормально у меня. О-о-о. Вот она. Так. И это у нас... Давайте сделаем вот так. Съедим эти хлопья. И у нас появится место для бутылочки. Выпьем всё, что там есть. Кстати, друзья, хочу сказать, я сейчас рискую очень, потому что вот так вот можно спокойно убить кого-нибудь, налив туда, допустим, бензин. Надеюсь, что этого не произошло. И там никто туда не догадался налить бензин. И я выпил всё-таки воду. Ну, смотрите, ну красиво ведь, что и говорить. О-о-о, тут другое дело. Зелёный рюкзак. Мне, кстати, интересно, я смогу его так передвинуть к себе поближе? А, смогу, наверное. Смотрите. Чтоб не торчать. Э-э-э. Так, сюда. Во. Что-то здесь, кто откроет дверь, не торчать прям как этот. Ну, это уже совсем вообще шикарно, потому что с таким рюкзаком уже вполне можно жить себе. Кстати, бутылки эти, наверное, не нужны уже. Раз у меня есть нормальный источник жидкости. Так. Избавились от этого рюкзака. Пролезем. Пролезем. Черная краска. Ну окей. Сделаем оружие. Вот таким. Так, это на четвёрке надо это на тройку переставить. Черная будет у нас инвентарь. А, кстати, этот топор... Топор нельзя, интересно, покрасить. Этот-то можно было. Пожарный. Не. Да почему нельзя красить-то? Я вообще не понимаю. Ну, взял деревяшку, покрасил. Черным он стал. Такой-то чё, пластик. Вообще, как-то деревяшку-то проще покрасить, чем пластик. Смотрите-ка. Вот набережная. Ну вот. Гвозди нашёл. Нашёл этот квас ещё. Отлично. Правда, пьёт он в шлем. Ну ладно. Ну, теперь хоть пропало сообщение, что я нифига не напитый. Не знаю, зачем вот они эти маски сделали, честно говоря, друзья. Ну вот, не понимаю. Тем более, почему-то она перевёрнутая вообще. Чё за прикол. По-моему, они не вписываются в этот... в эту атмосферу. В эту вселенную. Тоже вот сделали эти маски зачем-то. Там половина предметов не работает. Важных для выживания, скажем так. А игра-то про выживание, если мы не забыли. И, соответственно, половина предметов не работает. Зато маски вот эти работают. Здорово. Так. Здесь что? Надеюсь, что-нибудь есть. Ну, мы сейчас уже прекратим, конечно, эту беготню. Я думаю, в следующей серии мы с вами выйдем уже из города. Так. Ну, смотрите, огнестрел. Что это у нас? ИЖ-18 Райфл. По-моему, он не под эти патроны. Не. Он, по-моему, эти... От Калашникова. Да, в общем, в следующей серии давайте, друзья, тогда пойдем уже... Мы дошли практически на край города. Пришли. И в следующей серии пойдем уже дальше. Вглубь, наверное. Заодно можно будет, там, поэкспериментировать, там, с охотой, с чем угодно. С разведением костров и так далее. Может быть, даже с рыбалкой. Вот. Так что спасибо вам, что были со мной. Заходите еще. С вами был Григорий. И до изи. До новых встреч. Пока.